Аплодисменты 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 Это маленький городок в немецкой Польше, был в севернее Познани. Сторож их тоже вообще глупо поймал. Далее обоим по 15. И вот 12 февраля 1906 года Вильгельм Фойт вышел из тюрьмы и на следующий день отпраздновал на свободе свой 57-й день рождения. Трудно в таком возрасте начинать новую жизнь, но он не был сломлен. Вильгельм Фойт, добрый тюремный священник, дал ему рекомендацию к одному сапожнику Висмарии, прекрасную характеристику, и Фойт действительно стал отличным работником без всяких нареканий, но все закончилось уже в мае, когда местная полиция решила, что не нужен им тут в центре города осужденный в городе задевист. Но в те времена отсидевшие преступники не могли так свободно выбирать место жительства, потому что куда бы такой человек ни пошел, местная полиция могла запретить ему жить в этом городе, а в обществе преобладал настрой, что зачем их вообще выпускают. Фойт получил предписание покинуть Висмар. Он попытался устроиться еще в двух городах, то же самое, в конце концов поселился у замужней сестры в Берлине, устроился работать на обувную фабрику, но тут уже берлинская полиция отказала ему в регистрации и прислала уведомление. Вам тут жить нельзя, покиньте город. Ну так а куда идти? Фойт съехал от сестры, чтобы не подводить ее, и снял комнатку в одной из тех квартир, где хозяева не регистрируют жильцов в полиции. Что ему оставалось в будущем? Ну, либо жить вот так нелегально в какой-то дыре, перебиваясь непонятными заработками, либо постоянно переезжать, получая отказы в регистрации, не имея возможности найти постоянную работу. И размышляя о своих перспективах, он в какой-то момент вспомнил о плане, который обдумывал еще в тюрьме. За последние 15 лет у него было время догадаться, что вламываться куда-то с оружием – плохая идея. Все, никаких больше взломов, никакого оружия решил он. Однако, ну, нельзя же просто вот зайти куда-то, где хранятся крупные суммы, вежливо сказать, отдайте мне деньги, взять и уйти, да? Или можно? Все же зависит от того, кто говорит, и имеет ли он на это право. А кто обладает самым высоким авторитетом в немецком обществе? На тот момент Германская империя на пике милитаризма. Немецкие государства ведь объединились благодаря войне, да? Фойт как раз отбывал свой первый крупный срок. Прусские генералы феерически разгромили Францию, обеспечили их у 5 миллиардов франков репараций. Германия обзавелась колониями в Африке, Азии, Океании. Германия вошла в число самых промышленно развитых стран. Германия стремительно увеличивала армию и флот. Германия приветствовала в 1888 году вошествие на престол Вильгельма II, консерватичного, патриотичного, с огромными имперскими военными амбициями. И да, Вильгельм обожал армию и парады. Монархия, армия, церковь, прогресс. Так постулировались четыре кита, на которых наращивала свою мощь германская империя. Военные в ней, высшая каста, естественно, перед которой сильно испытывали уважение обычные люди благоговения, слабые, просто начисто теряли волю. Тогдашний немецкий бюргер, довольный своей размеренной, правильной жизнью с обилием пива, колбасок и сливочных тортиков, просто обожествлял порядок и дисциплину и почитал армию, никак не менее, чем монархию и церковь, и даже более, чем прогресс. С радостью готов был подчиниться человеку в форме. Фойт это понимал. Он видел это всю жизнь. Он с детства наблюдал за военными, знал все команды, все воинские ритуалы, знал, как держатся, как ведут себя офицеры. Ну что, несколько дней он побродил вблизи расположения различных гвардейских полков, приглядываясь, где солдаты ходят небольшими группами, чтоб только с эфрейтором, желательно по не очень людным улицам. Потом съездил в несколько городков, близ Берлина осмотрел ратуши, Аранен, Буркнауэн, Бернау, Кёпенник. Кёпенник это сейчас же район Берлина, а тогда небольшой город, отдельный примерно тысяч на двадцать жителей. Потом прошелся по лавкам строевщиков в Берлине и в Потсдаме, приобрел по частям форму, протупею и знаки различия капитана первого гвардейского пехотного полка. А шефом этого полка являлся, между прочим, сам король Пруссии, он же император Вильгельм II. То есть, это лейб гвардия короля, на минуточку. И когда император надевал военную форму, это была форма первого гвардейского пехотного. Все об этом знали, вся Германия. И вот, 16 октября 1906 года, одетый в такую форму, уголовник-рецидивист Вильгельм Фойт подошел к одной из военных и воинских частей на западе Берлина и остановил возвращавшийся туда как раз караул трех солдат и эфрейтера. Потом смотрит еще одна группа идет, пять солдат и эфрейтер. Выслышал доклады по всей форме, то есть, кто такие, откуда, куда идут. Объявил им, что он, капитан королевской элит-гвардии, берет их под командование, и сейчас они проследуют на вокзал Путтельстрассе. Солдаты проследовали. А как можно не подчиниться капитану? Это же трибунал. На вокзале Фойт купил им билеты третьего класса, себе второго, и объявил, что они едут в Кёпенник. В Румельсбурге была пересадка, они вышли на перрон, остановились в буфетах, а дальше произошло странное. Ну что, сказал капитан, по пиву? Этим он чуть не угробил всю затею. То есть, вот сейчас смелый план мог сорваться. Ну что, неужели солдаты ничего не заподозрили? Ну, конечно, заподозрили. То есть, возник, возник вот этот некий когнитивный диссонанс. Не ведут себя так капитаны, нашептывал внутренний голос. Все это как-то неправильно, немножко непривычно. Ну, Ордунг же, Музайн. Сознание солдат заметалось между Ордунгом и пивом. То есть, пиво, Ордунг, Ордунг, пиво, Ордунг. Для немца страшный выбор. Экзистенциальный, можно сказать. Ну, в итоге победа, конечно же, досталась. Пиву. Ну, а что? Капитан разрешил, у него голова большая, он за всех думает. А мы просто выполняем приказ. Это же так прекрасно, когда приказ совпадает с заветными желаниями. Капитан знает, что делает. И капитан действительно знал, потому что после пива был еще и обед. По прибытии на вокзал Кёпенек он раздал всем по одной марке и приказал пообедать в буфете. Да сегодня просто день приятных приказов. Наверное, это был самый счастливый день их службы, ну, до определенного момента. После горячей еды солдаты совсем разомлели и смотрели на капитана влюбленными глазами, готовые следовать за таким командиром хоть в самое пекло, да хоть на танцы. Ну, мало ли, что ему придет в голову после пива и обеда. Но этого не потребовалось. А нужно было всего-то дойти до ратуши, перекрыть входы-выходы, никого не впускать, не выпускать. Стоишь себе, перевариваешь еду, пост мечты. После обеда капитан сказал им, что по личному приказу императора должен арестовать бургомистра и, возможно, еще нескольких чиновников. И кто бы стал сомневаться в словах такого прекрасного человека. Прибыли к ратуши, раздалась команда «Альпост инфо». Четыре человека перекрыли главный выход и два боковых. Двоих капитан отправил патрулировать коридор, значит, чтобы сотрудники не высовывались из кабинетов, не бегали там, не общались друг с другом. А сам с четырьмя оставшимися солдатами прошел наверх в приемную городского обер-секретаря Розенкранца, вошел, угляделся и спросил, «Вы кто?» Тот назвался. «Именем его императорского величества вы арестованы», провозгласил капитан. «Попрошу не покидать помещение». И, оставив двух солдатах, ронясь удивленного обер-секретаря, прошел в следующую комнату, кабинет бургомистра Георга Лангерханца. «Именем его императорского величества вы арестованы, имею высочайший приказ», объявил он бургомистру. И прежде чем ошараженный бургомистр успел выяснить, что тут, собственно, происходит, в обычный рабочий вторник, вышел, оставив, опять же, двух солдатов входа. Затем он спустился в кассу, вошел туда с двумя солдатами из коридора и сообщил уже известному нам фон Вильбургу и двум ассистентам, что ратуша отцеплена, бургомистер арестован, и теперь он, капитан, командует в ратуши и в городе. Приказал немедленно закрыть кассу, подсчитать деньги, опечатать. Фон Вильбург не спорил. Человек военной формы с двумя солдатами за спиной как-то не располагал к спорам. И так же ясно, да, что человек важный, а ситуация чрезвычайная. Но только капитан вышел, оставив его считать деньги, как голове у казначея что-то щелкнуло, что нет, нет, не могу я так, не могу, орнук нарушен, нет, нельзя опечатать кассу без приказа бургомистра. То есть, да, что нужно его спросить, а то кто понесет ответственность. Но только он осторожно выбрался из комнаты и направился к лестнице, так столкнулся лицом к лицу с капитаном, который сурово сказал, что нечего тут бегать по лестницам. Бургомистер здесь больше не командует, а будете противиться, запруй вместе с ним. Потом посмотрел на растерянного казначея и добавил волшебную фразу. «Теперь я несу всю ответственность». Ну, слава богу, с ответственностью разобрались, так что фон Вильбург спокойно вернулся в кассу, внимательно пересчитал деньги, ровно четыре тысячи марок, семьдесят финингов, сложил в два мешка, опечатал по всей форме и через некоторое время вместе с ключами от сейфа и хранилища передал грозному капитану. Дальше вы знаете. Пока он считал, капитан еще раз навестил бургомистра, и тот потребовал объяснений. Ну, как так? Что случилось? Почему арест? Ну, впрочем, потребовал, это сильно сказано. Ну, приличный человек, он не будет орать, скандалить, вот это качать права. Ну, зачем? Что подумают о нем коллеги и подчиненные? Бургомистер, доктор правый Георг Лангерханс, человек из приличного общества, обращался к капитану королевской лейб-гвардии, где неприличных, ну, как вы понимаете, тоже не держат. Поэтому все происходило максимально вежливо. Многоуважаемый господин капитан, не соблаговолители объясниться. Хотя возмущаться, возмущаться-то он имел полное право, потому что где письменный приказ, где ордер, почему за ним явилась не полиция, а какой-то офицер. Капитан вежливо, но строго пресек все расспросы, мол, я не обязан давать вам никаких объяснений, в Берлине вам все объяснят. И бургомистер постеснялся настаивать. А капитан вдруг смягчился и сказал, поймите, мне самому чрезвычайно неудобно исполнять подобную миссию, но у меня приказ, я обязан его выполнить. Вы уж не создавайте трудностей. В Берлине, я уверен, он все разъяснится. Дайте честное слово, что не попытайтесь бежать. Бургомистер отнесся с пониманием, конечно, я сам служил, я резервист, я знаю, что такое приказ. Позвольте только дать, отправить весточку жене, повидаться с ней. Жил бургомистер там же, в здании ратуши, так что очень быстро примчалась фрау Лангерханс, оценила обстановку, моментально нарисовала себе те, ух, то ужасное, что сейчас делают с ее мужем, страшно взволновалась и решительно объявила, что не покинет его в час опасности, поедет с ним. Бургомистер тяжело вздохнул, а капитан, в силу жизненных обстоятельств, не привыкший к подобному натиску женских эмоций, и решил, что да, пожалуй, лучше ей будет сопровождать супруга. Потом он вышел из ратуши, полюбовался на собравшуюся толпу, подозвал полицейского сержанта и приказал ему достать три экипажа, доверительно добавив, что, мол, сами понимаете, ситуация какая, а тут толпа, но мы же не хотим эксцессов. Затем он проводил бургомистера с женой к одному из доставленных экипажей, вернулся в кассу, принял у фон Вильбурга деньги и около пяти часов вечера отправил их всех в Берлин. А сам, прихватив деньги, четыре тысячи марок, это где-то тридцать тысяч евро на нынешние деньги, прошел на вокзал, в полшестого сел на поезд до Берлина, вышел в Румельсбурге, на надземке доехал до города, зашел к портному, приобрел новенький мужской гардероб, переоделся в укромном месте, бросил форму и исчез. Можете себе представить, что творилось в прессе, когда все выяснилось, а выяснилось-то очень быстро. Тут же составили фоторобот, объявили награду, газеты бесновались. Только в нашей стране с ее неистребимым почтением к униформе, целый город с его чиновниками и даже сами солдаты могли быть так глупо и смешно, дурачены одним старым кривоногим индивидуумом, извела Берлинар Моргенпост. Невыразимо комичная и смешная, эта история имеет и постыдно серьезную сторону. «Переоденься в Пруссии в военную форму, и ты всемогущ!» печалилась леволиберальная Берлинар Фолькстайтинг. Поистине, кёпенгский капитан точно уловил дух времени. Это самое лучшее признание современной ситуации во власти. Победа слепого повиновения над здравым смыслом, над государственным строем, над личностью человека — это то, что произошло вчера в Кёпеннике в самой гротескно-отвратительной форме. Открытки, филетоны, карикатуры, сатирические стихи заполонили Германию и Европу и даже попали за океан. Сам Кайзер потребовал подробного отчета, читал его со смехом, а в конце сказал «Этот парень гениален». Гениального жулика поймали через две недели. Прямо в его комнате Лангельштрацца 22 с ним деньги, всего 770 марок он успел потратить. И вот как автор и исполнитель такого гениального плана мог так глупо вести себя после. Почему не покинул город? Впрочем, чистых документов у него все равно не было. Может быть, он надеялся, что ситуация уляжется, это дело постыдное для чиновников замнут. Но и потом, он ведь жил нелегально об этой комнате, никто не знал, кроме того самого подельника, с которым они когда-то грабили судебную кассу. После тюрьмы они поддерживали контакт и вот этот товарищ его и сдал. Ну, собственно, три тысячи марок награды. Когда выяснилась личность преступника, разразилась новая волна веселья над кабинетскими чиновниками. Ну, реально, вот его вы приняли за капитана Королевской липгвардии? Серьезно? На вид сильно за 60. Никакой военной выправки, форма с чужого плеча. Кокарда даже сидит криво, еще и разговаривает с ошибками. Ну, прусский офицер, это же марка, это знак качества. Офицеры получают хорошее образование, умеют себя вести, умеют правильно разговаривать, мимика, жесты. А фойк-то его уже, когда взяли, он уже был не в образе, не в военной форме, вышел из роли. Поэтому перед полицией, журналистами, предстал потрепанный мелкий жулик с повадками отсидевшего уголовника, пожилой, несуетливый и с простонародным говором. Сгорая от стыда и не в силах вынести позор, бургомистер Лангерн хадз подал в отставку. Впрочем, уже через неделю магистрат уговорил его вернуться. Ну, а что, все понимали, любой на его месте повел бы себя, наверное, так же. Даже возник не у чиновника сомнение, но он же видит, что капитан держится максимально уверенно. Вот с ним 10 солдат, настоящих солдат с оружием, которые его явно знают, выполняют его приказы, как и должны. Солдаты, они же из какой-то части, то есть там знают, что они сейчас в Кёпеннике их послали сюда. То есть, получается, орнок не нарушен, да, все законно. Ну и потом, бургомистер же сам служил, он сам резервит, знает, что такое приказ. Тем более, фальшивый капитан действовал именем императора. А на суде Фойт показал, что все-таки не лишен некоего актерского таланта и своеобразного обаяния, под которое попали и судьи, и пресса. Адвокат Вальтер Бан его обожал. Это видно из книги, написанной им о своих клиентах, и глава про Фойта, вот он просто умилительный. Конечно, трудно, трудно было узнать в пожилом небритом уголовнике на скамье подсудимых того милого, умненького, начитанного мальчика из несчастной семьи, которого пытался представить суду Бан, мальчика в крайней нужде, подделавшего какой-то смешной почтовый переводик и так страшно за это наказанного. Но Фойт очень старался всем своим видом, показывая, что вот эти, его список преступлений, это все чистое, случайность, он ничего такого не хотел. Он легко вошел в роль жертвы прусской судебной системы репрессивной, которая за маленькое правонарушение слабала бедному юноше всю жизнь. Линия защиты строилась на том, что он перешел в ратушу Кепенника вообще не за деньгами. Он хотел добыть чистые бланки паспортов, поставить печать и, чтобы вписать туда потом новое имя, покинуть негостеприимную Пруссию, где его отовсюду выгоняли. «А зачем же вы пошли в кассу?» спрашивал обвинения. «Ну, я думал, что казначей, наверное, заместитель бургомистра. У него, наверное, есть бланки», правсодушно отвечал Фойт. «А деньги-то зачем взяли?» «А это в рамках роли. Ну, понимаете, если уже ратуша оцеплена, бургомистер арестован, то кассу надо опечатать, мешки носил с собой, чтобы не украли. А потом встретил одного служащего, и он сказал мне, что в ратуши-то, оказывается, паспорта не выдают. Я совсем расстроился и подумал, ну, возьму хоть деньги, хоть какая-то компенсация. В итоге, рассказанное в исполнении Фойта и Бана, вот эта история выглядела, как фильм «Одиннадцать друзей Оушена». То есть веселая, смешная, дерзкая афера, над которой смеешься, сопереживаешь ее исполнителям, хотя так-то они преступники, да? Но, правда, здесь из «Одиннадцати друзей» десять даже не подозревали, что грабят городскую кассу. Самое забавное, что за ограбление Фойта судить не могли, даже за вымогательство не могли. Он действовал без оружия, он никому не угрожал. Он просто подошел к вооруженным солдатам на улице, сказал, пойдемте со мной, и они пошли. Он зашел в кассу, вежливо попросил, отдайте мне деньги, ему отдали. В итоге судили его за незаконное ношение военной формы, за то, что выдавал себя за представителя власти, за нарушение общественного порядка, незаконное лишение свободы, мошенничество и подделку документов. Да, часто можно встретить информацию, что он передъявил бургомистру и солдатам поддельный приказ об аресте. Люди до сих пор не могут поверить, что он обошелся лишь словами. Но да, действительно, в судебных материалах и в приговоре никакой фальшивый приказ не фигурирует. Он попался на расписке, которую выдал фон Вильбургу. То есть написал там капитан 1-го пехотного гвардейского полка и подписался фон Мальцан. Это именно начальник его последней тюрьмы. Вот вам фальшивый документ. Вообще, за подделку документов, тем более с отягчающими, судей тогда легко давали десятку. Ну, собственно, фойту и дали 40 лет назад. А тут, вот прямо за все ему дали всего 4 года. Суд был прямо-таки удивительно благотушен. Общественность оказалась на его стороне. После ареста в тюрьме фойты забросали письмами, подарками, открытками с добрыми пожеланиями, предложениями записать свою историю и даже предложениями брака. После оглашения приговора председатель суда, доктор Дитц, подошел к нему и пожал руку. И пожелал всего самого наилучшего. Ну, то есть, понятно, ну, пресса, да, ну, фанаты. Ну, что вы председатель суда. Вообще поразительно, как это произошло. Человека, которого еще вчера все презирали, причисляли к отбросам общества, отовсюду выгоняли, теперь его любили, фанатели с него, готовы были оправдать, причем даже представители власти. Еще более дико то, что вот эта смена настроений произошла из-за ограбления. Ну, пусть веселого, да, яркого, но преступления все-таки и жесткой насмешки над системой. Но, впрочем, в этом, наверное, все и было дело. То есть, при всем, кажусь, им тебе благополучие, империи Великого II, где якобы царил идеальный порядок, все было продумано и работало без сбоев, немалая часть немцев все же осознавала многочисленные недостатки бюрократической системы консервативного общества, понимала необходимость реформ. А тут всего за 770 марок такой классный поучительный урок и великолепное шоу. Кроме того, любой комик скажет вам, что человек, люди смеются над шутками, в которых узнают себя или своих знакомых. А тут шутка вот прям удалась, да? То есть, настолько удалась, что уже в августе 908 года кайзер Вильям II помиловал своего тезку Вильяма Фойта, то есть, фальшивый капитан вышел из тюрьмы всего через полтора года. Практически у выхода его встречали предприимчивые ребята, готовые заняться организацией гастролей и раскруткой знаменитости. В тот же день он записал свой голос на пленку, получив за это не на пленку, на граммофонную пластинку, получив за это 200 марок. Потом начал рассказывать свою историю перед зрителями в капитанской форме, собирал тысячные толпы. В Берлинском музее по ноптикум установили его восковую фигуру. Он объездил гастролями всю Германию, Европу, предположительно, был даже в Америке. Продавал свои открытки с автографом и в 1909 году написал биографию «Как я стал капитаном эсквёртника». Впрочем, довольно быстро власти опомнились. Даже самая лучшая шутка, повторённая много раз, становится не смешной. Ну, правда, приезжает в какой-то город, начинает издеваться над армией, над чиновниками. Обидно? Ещё обиднее то, что публике это нравится. Его выступлением стали чинить препятствия. Самого Фойта несколько раз арестовывали. Причина проста. Он не отмечался в местных отделениях полиции, что обязан был делать, как освободившийся преступник. В итоге он решил эмигрировать. Мелкое дружелюбное государство Люксембург охотно предоставило ему гражданство. И дальше Фойт жил спокойной и достаточно обеспеченной жизнью, пока послевоенной инфляции не съела все его сбережения. В 1922 году он умер в Люксембурге в совершенной бедности. Но дело его живёт. Сколько аферистов с тех пор пытались обмануть государственные органы на крупные мелкие суммы. Сколько им это удалось. А капитане из Кёпенника сложены стихи и песни, написаны пьесы и книги. Снят около 15 фильмов в разных странах. Самая знаменитая театральная постановка, пьеса Карла Цукмайерл, шла в Берлине с марта 1931 года. Правда, уже в 1933, вскоре после перехода к власти нацистов, её запретили. Почему-то нацистам не понравилась эта история с насмешкой над военизированным государством, над глупыми, но исполнительными чиновниками, над тупым повиновением и бездумным преклонением перед авторитетами. С намёком на то, что авторитетом могут казаться идутыми, даже преступными. А люди настолько глупы, что этого не заметят. Ведь да, как писал Фойт в автобиографии, я даже не стал надевать шлем. Он так и остался стоять на столе в моей комнате. Подумал, ну чего я буду носить везде на голове тяжёлую железяку? Для моих целей мне вполне хватило обычной фуражки. Спасибо, леди. Джентльмены, включите, пожалуйста, свет. Спасибо. Друзья мои, поднимайте руки, у нас есть время для вопросов. Наши волонтёры подойдут к вам и передадут микрофон. У кого есть вопросы? Вот у нас есть вопросы наверху, на галёрке, которую мы обычно забываем. Пожалуйста, передавайте микрофон. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, было очень интересно. А подскажите, а солдат как-нибудь наказали? Ну, их трудно наказать. То есть, понимаете, когда их потом опрашивали, следователи, что, а почему вы, собственно, за этим человеком пошли, о чём вы думали? Ну, то есть, и Фейтер сказал, ну, я думал о том, что у меня вот тут пуговичка верхняя расстёгнута и не почищена, и сейчас он отправит меня на гауптвахту. То есть, капитанские погоны, всё, если ты не подчинишься капитану, это трибунал, то есть, солдаты в этом плане, они не могли нести никакой ответственности. Спасибо большое. Пожалуйста, ещё. Вот у нас есть вопрос. А скажите, он был первым таким театрализованным разбойником, который обманул государство, или до этого всё-таки кто-то был? Я думаю, наверное, не первым, просто это не происходило. Ну как, театрализованным, в принципе, любой коррумпированный чиновник, обманувший государство на крупную сумму, это уже как бы некоторый там спектакль, да, многоходовый, но вот таких прямо удивительных случаев, настолько наглых случаев, с настолько наглым использованием вот этих символов власти, военной формы, приказов, то есть, нет, я таких не знаю. Остап Бендер. Остап Бендер. Это примерно та же эпоха, Да, кстати, да, только постарше сильно. Пожалуйста, ещё вопросы. Там наверху опять кто-то тянет руку. Так активно у нас галёрка. А вот ещё, вот эта сумма, 4 там с чем-то тысячи марок, это, ну, насколько крупная вообще сумма? Ну, вот я, как я сказала, это где-то 30 тысяч евро на нынешние деньги. Спасибо. Друзья мои, вот я вижу вопрос из левого сектора. Вы сказали, что было сняты ряд фильмов, 18, да? А есть ли экранизация на русском языке? И какую-то можете посоветовать? Потому что я хотел бы узнать об этой истории побольше. Что вы порекомендуете из 18? Из 15 русского нету, то есть там и не все эти фильмы художественные, половина где-то документальных, есть вот несколько там немецких фильмов, один французский, есть даже один какой-то африканской страны, то есть где все актеры соответственно африканцы, это какая-то страна, где вот тоже такая военная такая диктатура, там коррупция, вот это все. И они вот тоже сняли эту историю, то есть а именно на русской экранизации нет. Хорошо, спасибо. И вот у нас я вижу машет рукой, да, из левой стороны. Пожалуйста. Спасибо большое за выступление. У меня вопрос по поводу охраны государственных учреждений, то есть когда наш главный герой с солдатами зашли в ратушу, она охранялась? Нет. Нет? То есть все государственные утверждения тогда не охранялись? Они не охранялись тогда, они не охраняются сейчас. Не, ну может были в какие-то периоды, то есть там война, когда Вторая мировая война, может там военное время была какая-то охрана, но в целом государственные учреждения, такие вот как ратуша, то есть могли охраняться, мог охраняться дворец правителя, у которого была своя личная охрана, но именно ратуша, где сидит магистрат, нет? Спасибо большое. А вот у нас... В первом ряду юный джентльмен. Будущий детектив. Так. Ну вот Люксембург же типа сосед. Почему до Люксембурга не дошло, что он типа мошенник? Дошло. Это дошло даже до Люксембурга. А его там... А его там приняли и дали гражданство, ты имеешь в виду. Но его, понимаешь, его приняли везде, его в самой Германии даже любили, обожали, то есть ходили на его, ну не скажу концерты, на его выступления, да. Его везде в Европе, то есть вот эта вот дерзкая насмешка, вот как он пошутил, поиздевался над системой. Она многим понравилась на самом деле. И поэтому... Ну а Люксембург, он вообще в принципе известен тем, что дает свое гражданство всем хорошим людям. Ты еще очень молодой человек, ты просто не знаешь, что так часто бывает, когда человек бандит, мошенник, иногда даже убийца, он приезжает в другую страну и там ему охотно дают гражданство. Вот у нас в Англии так делают, например. Ну да, такое часто бывает. Люксембург до сих пор этим славится, кстати. Пожалуйста, вот у нас вопрос еще из левого ряда. Где-нибудь другой человек. Здравствуйте, благодарю за выступление, было очень приятно послушать. А как сложилась судьба казначей бургомиста города? Бургомистер, он, как я сказала, сначала подал в отставку, его потом уговорили вернуться, он спокойно дослужил свое бургомистровое время и, в принципе, ну там, может быть, год или сколько над ним еще немножко издевались, а потом это забыли. То есть казначея вообще никаких вопросов нет. К нему пришел человек в форме, сказал, что бургомистр арестован, то есть он раньше подчинялся приказам бургомистра, теперь он говорит, будете подчиняться моим. То есть, да, их всех допрашивали, сдерживая улыбку, видимо. И они все сказали, что ну а как? А как мы могли не подчиниться? Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok